26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции взорвался 4-й энергоблок. По одной из версий, причиной аварии стало локальное землетрясение. Но что могло вызвать этот сейсмический толчок? В 9 километрах от разрушенной атомной электростанции расположен закрытый город Чернобыль-2. Эти уникальные кадры удалось снять в буквальном смысле с риском для жизни. Уровень радиации в зоне отчуждения до сих пор зашкаливает. Экспедиция программы «Тайны мира» смогла проникнуть на территорию сверхсекретного советского военного комплекса. С помощью этой огромной установки, состоящей из мощных антенн, можно было контролировать весь мир. Ни один истребитель или ракета не могли взлететь и остаться незамеченными. За горизонтная радиолокационная станция «Дуга». Она обладала невероятным техническим потенциалом, чтобы быть просто антенной, излучающей радиосигнал. Многие исследователи уверены, советские ученые могли использовать ее в качестве оружия невероятной разрушительной силы. Опираясь на существующие факты, программа «Тайны мира» провела свое собственное расследование. Меня зовут Анна Чаповна. И я начинаю расследование. Секретная разработка советских ученых. Более перспективна, чем ядерное оружие. Энергия, способная уничтожить все живое. Мгновенная смерть. И подарить мировое господство. Как можно из Петербурга реневать взрыв в Стамбуле? Какую власть она дает? Тем не может быть совершенно разрушительное землетрясение. В руках людей оказались лучи смерти. Огромное количество энергии. Хватит ли мудрости применить эту силу правильно? Возможны экологические катастрофы. Мир оказался на грани исчезновения. Европа там двое суток светилась от напряженности. Тайны мира. Супероружие. 11 марта 2011 года в Тихом океане, в 70 километрах от побережья Японии, было зарегистрировано землетрясение магнитудой в 9 баллов. Волны цунами достигли рекордной высоты – 40,5 метров. Им потребовалось всего 10 минут, чтобы обрушить всю свою мощь на японские города. В тот день погибло более 16 тысяч человек. Землетрясения и цунами, тайфуны и ураганы страшной силы сотрясают Землю последние несколько лет. Катаклизмы уносят сотни тысяч человеческих жизней. И несут с собой страшное разрушение. Почему так резко изменился климат? Стало очень жарко там, где было холодно. Снег выпадает там, где его никогда не было. Зимой идет ледяной дождь. И масса разного рода климатических таких вот аномалий, которым опять-таки нет объяснения. Генерал-полковник Эдуард Аркадьевич Воробьев в середине 90-х годов занимал должность первого заместителя главнокомандующего сухопутными войсками России. Ему известны многие военные секреты. Впервые генерал согласился назвать истинную причину большинства разрушительных природных катастроф, которые сотрясают Землю последние десятилетия. Он утверждает, всему виной испытание сверхмощного климатического оружия. Климатическое оружие, оно по своим разрушающим параметрам, по своим факторам, оно сходно с оружием массового поражения, с ядерным оружием. Ситуация в Японии, она как раз является следствием применения этого оружия. На протяжении всего 20-го века военные и ученые разных стран в условиях строжайшей секретности испытывали новый вид оружия. С его помощью человек способен подчинить своей воле природные стихии. Землетрясения, ураганы, наводнения – все это можно использовать в военных целях. С точки зрения военной, конечно, это более перспективно, чем ядерное оружие. Загоризонтная радиолокационная станция «Дуга» – сверхсекретный объект космической разведки Советского Союза. Высота мачт большой антенны составляет 150 метров. Длина – полкилометра. На возведение установки было потрачено 7 миллиардов советских рублей. Для сравнения, строительство Чернобыльской атомной электростанции обошлось в два раза дешевле. С помощью сверхмощных радаров установка «Дуга» давала возможность в буквальном смысле заглянуть за горизонт. Ее технические возможности позволяли военным контролировать запуск баллистических ракет с территории Северной Америки. Ветеран Комитета государственной безопасности Анатолий Исаевич Цветков объясняет. Радиолокационная станция «Дуга» нуждалась в гигантском количестве энергии. Выбор места для ее строительства был не случайным. Эти игрушки, они очень дорого стоят. Их ежедневно, во-первых, жрут очень огромное количество энергии. На параллельной стройке с Чернобыльской атомной станцией. Владимир Савран родился и вырос в Припяти. Многие его называют сталкером. Только он знает, как обойти заградительные кордоны и обмануть патруль. Секретными тропами сталкер вводит людей на территорию разрушенной атомной электростанции. Путешествие не для слабонервных. Уровень радиации в запретной зоне до сих пор превышает норму в несколько раз. Другими словами, находиться здесь смертельно опасно. Наша цель – радиолокационная станция «Дуга». Она находится на территории военного городка Чернобыль-2. Это один из самых засекреченных объектов Советского Союза. Этот объект вообще был секретный. Постоянно он был под охраной. Туда проникнуть практически невозможно. Станция «Дуга» заступила на боевое дежурство по охране воздушных границ Советского Союза в 1980 году. Леонид Ивашов – генерал-полковник в отставке. По его словам, новая радиолокационная установка сразу же оказалась под пристальным вниманием иностранных спецслужб. В ней моментально разглядели сверхмощное оружие, представляющее угрозу всему миру. Одновременно американцы стали усиливать разработки и исследования действительно космических программ, космической обстановки. Создавали такую базу, которая могла бы использовать и атмосферу нашу, и ионосферу, и магнитосферу для войны. Официально установка «Дуга» использовалась исключительно для обнаружения ракет, самолетов и других летательных аппаратов. Но эксперты из НАТО утверждали, военный объект в Чернобыле-2 создавал угрозу безопасности полетов гражданской авиации в Европе. Излучение от установки распространялось на тысячи километров. Такие области повышенной ионизации способны нарушать связь, как между, допустим, самолетами, спутниками, так и, допустим, подводных лодок. То есть это фактически средство радиоэлектронной борьбы. Воздействие высокочастотных волн способно вывести из строя системы связи, навигации и даже электронику самолетов. Интересно, что точно такие же СВЧ-волны применяются в обыкновенных микроволновках. Поэтому печки для разогрева пищи можно использовать в качестве оружия противовоздушной обороны. Весной 1999 года войска НАТО начали военную операцию в Югославии. Руководство страны по телевидению проинструктировало жителей Белграда о том, как вести себя во время авианалета. Увели воздушную тревогу. Жители Белграда быстро воткнули в розетку удлинители, размотали, выскочили на балконы, включили СВЧ-печь. И к огромному ликованию эта ракета вдруг стала рыскать носом, а потом сама ликвидировалась. Так как этих печей было огромное количество, у нее просто слетела электроника. В работе радиолокационной установки ДУГА также использовались высокочастотные волны. С их помощью разогревали ионосферу. В результате длительного воздействия на один и тот же участок образовываются искусственные ионные облака. Создается просто ионная линза определенной формы. Оно служит просто как зеркало. Радиолокационная станция ДУГА использовала ионные облака для того, чтобы направлять электромагнитные волны в любую точку планеты. Вот как это работало. Установка посылала сигнал к линзе. Да, в свою очередь, отражала его обратно вниз, но обязательно по отличной от исходной траектории. Этот радиолуч имеет возможность перемещаться по пространству. То есть имеется возможность направить ее в нужную точку, ее сконцентрировать. Для этого ионосферные линзы необходимо сфокусировать на определенной точке планеты. К примеру, если послать электромагнитный пучок мощностью в миллиард ватт, то линза перенаправит всю эту сокрушительную энергию строго в то место Земли, на которое она будет настроена. К примеру, на подмосковные торфяники. Последствия – лесные пожары и засуха. Вот я совсем не уверен в том, что вот наши засухи, просто так, ни с того, ни с сего и пожары многочисленные, которые вот последние пару лет были. Жара прошлого года – это рукотворное воздействие. Технологии, которые применялись в работе сверхмощной установки ДУГА, позволяли в любой момент превратить станцию слежения в сокрушительное оружие. Идея использовать верхние слои атмосферы для того, чтобы осуществить взрыв в любой точке планеты, появилась в России еще в 19 веке. Это открытие стоило жизни гениальному русскому ученому Михаилу Филиппову. Далее в программе. Он придумал, как взрывать на расстоянии. Из Петербурга организовать взрыв в Стамбуле. И был убит сразу же после открытия. Был посвященный сам император Николай II. Но невероятный эксперимент все-таки состоялся. Тесла общается с нечистой силой. Никола Тесла направил новое оружие на Россию. Решил, что в Сибири почти никто не живет. Я расстроил все тайны. В ночь с 11 на 12 июня 1903 года 45-летний петербургский ученый Михаил Филиппов был найден мертвым в собственной лаборатории. Полиция констатировала смерть от апоплексического удара и закрыла дело за отсутствием состава преступления. Но современники ученого утверждали. Филиппов был убит из-за научного открытия, которое он совершил незадолго до этой трагедии. Он придумал способ, как взрывать на расстоянии. И он писал в одном из писем, что теперь я знаю, как можно из Петербурга организовать взрыв в Стамбуле. В своей рукописи «Революция посредством науки или конец всем войнам» профессор Филиппов писал о том, что взрывная волна может передаваться вдоль несущей электромагнитной волны и вызывать разрушение на удалении в несколько тысяч километров. То есть мы берем некий пучок и выстреливаем в какую-то точку этой энергии. И эта энергия начинает приводить в движение тельный механизм, но достаточно далеко от того места, от которого она была послана. Это открытие, считал Филиппов, сделает войны бессмысленными. Но тайная полиция рассуждала иначе. Если расчеты профессора попадут в руки революционеров, которым симпатизировал ученый, возможно, покушение на царя и государственный переворот. Михаила Михайловича просто убили в лаборатории. Полиция провела тщательный обыск в лаборатории профессора Филиппова, изъяла все оборудование и рукописи ученого. Судьба документов Филиппова достаточно загадочна, потому что, собственно, они как бы растворились. Загадка осталась нераскрытой. Может быть, в курс этой загадки был посвящен и сам император Николай II, о котором мы знаем, что он иногда прибегал к устранению нежелательных с его точки зрения, в том числе, кстати, и политических фигур. Михаил Филиппов так и не успел проверить на практике свою теорию. Но это удалось сделать инженеру Николе Тесла. В начале 20 века в Соединенных Штатах он проводил ряд необычных экспериментов. Главная цель у Никола была все-таки передача энергии и передача информации. Тесла считал, что Земля – сферический конденсатор огромной емкости. Планета, словно генератор, вращается и заряжает электричеством атмосферу, а особенно ее верхний слой – ионосферу. Никола Тесла мечтал научиться извлекать эту энергию и передавать ее без проводов в любую точку земного шара. Это воспринималось действительно как некая техническая магия. И было такое мнение, что Тесла общается с нечистой силой, потому что только нечистой силой подвластны такие чудеса. С точки зрения современной физики Никола Тесла демонстрировал достаточно простой эксперимент. Исследователь Сергей Годин согласился смоделировать для нашей программы установку, которую использовал знаменитый ученый в начале 20 века. «Вернее, мне не хватает смелости». «Ай!» «Видите? Я же говорил, чем это заканчивается». Часть тока из верхней части трансформатора проходит через люминесцентную трубку и через руку. Человек в этой электрической цепи – конденсатор. Тесла собирался извлечь энергию из ионосферы Земли. В 1899 году инженер построил для этого свою первую башню. Разработав свои вот эти установки, он электрическими токами удалось ему зажечь, значит, ионосферу. И он мог даже на тысячи километров, значит, подсветить энергию. Лаборатория Тесла находилась в предгорьях Колорадо-Спрингс. Однажды во время грозы ученый заметил – электрические сигналы отражаются от скал и равномерно распространяются по поверхности Земли. Это навело Николу Тесла на невероятную мысль. Земля может резонировать в целом как шар и как большой резонатор передавать эту энергию на достаточно длинное расстояние. Ему не терпелось подтвердить эту теорию. Никола Тесла сумел убедить миллиардера Джона Моргана выделить денег на эксперименты. Новый проект был грандиозен. На острове Лонг-Айленд в местечке Вандерклифф ученый построил 57-метровую башню. Ее венчал огромный медный передатчик. Тесла назвал башню «Мировая система». Захватил молнию посмотреть, как ее управляемо направить. Вот Тесла начал с этих вещей. И постепенно его мышление разрабатывало масштаб воздействия на иносферу. По задумке инженера, башня «Мировая система» на Лонг-Айленде должна была получать энергию из верхних слоев атмосферы и передавать ее в любую точку земного шара. Можно попробовать эту энергию сбросить. Ну, как триггерный механизм. Вы нажали на спусковой крючок, и эта энергия где-то единомоментно выделила. Все было готово к эксперименту. Изобретателю оставалось определить лишь место, на которое будет обрушена сокрушительная мощь. Сохранились дневники Николы Теслы. Из них становится ясно – ученый выбирал между Сибирью и Северным полюсом. Он пишет, либо отраженный сигнал попадет на Северный полюс, где может вызвать интенсивные таяния льдов и катастрофу, либо на Сибирь. Решил, что в Сибири почти никто не живет. После этого он запустил эту установку на полную мощность. Далее в программе. Невероятный эксперимент Николы Тесла. Европа там двое суток светилась. Тунгусский метеорит – новое оружие гениального инженера. Я не был метеоритом. Инженер подчинил себе силу природы. Он создал, как он говорил, лучи смерти. И способен был направить в любую точку планеты. Печь превращается в гиперболуэт инженера Дарина. То есть в пушку. Я расстроил все тайны. 30 июня 1908 года около 7 часов утра над территорией Центральной Сибири пролетел огромный огненный шар. По сохранившимся свидетельствам он взорвался в глухой тайге. В районе реки Подкаменная Тунгусска. По оценкам экспертов, мощность взрыва составила 50 мегатонн. Это почти в 3000 раз превосходит силу взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был ого-го какой. Европа там двое суток светилась от напряженности поля. Образовавшаяся взрывная волна обогнула земной шар 4 раза. На территории около 2000 квадратных километров были с корнем вырваны деревья. Запуск башни Вандерклифф мог как-то спровоцировать тунгусские события и даже напрямую их вызвать. То есть как бы мощности этой башни было бы достаточно, чтобы произвести некие разрушения в далекой Сибирской тайге. Прошло уже более сотни лет, но до сих пор нет ни одного убедительного объяснения тому, что произошло 30 июня 1908 года в Сибирской тайге. Падение гигантского метеорита – лишь одно из предположений. Тесла, он пишет испытания, которые он провел в 1903 году. Это и вызвало падение тунгусского метеорита, так называемого, которым не был метеоритом. И вот он в последних своих записях это дело обнародует. Десятки экспедиций искали следы падения этого космического тела. Безрезультатно. Ведь до сих пор не нашли ничего. Ни одного камешка от тунгусского метеорита. За свою долгую жизнь Никола Тесла сделал множество открытий. Многие из них совершили революцию в научном мире. Генератор переменного тока. Его придумал и построил Никола Тесла. Передача информации без проводов по всему миру. Дистанционное управление космическими аппаратами. Все это изобрел один человек – Тесла. Многие другие изобретения гениального инженера до сих пор не поняты современниками и ждут своего часа. В начале века этот славянский гений изобрел возможность управления климатом, возможность психотронного влияния, возможность извлечения энергии в неограниченном количестве. Никола Тесла мечтал, чтобы все его изобретения послужили на благо человечеству. Судьба распорядилась иначе. Большинство открытий инженера впоследствии использовались для создания смертоносного оружия. Он получил эффекты совершенно противоположные тому, что он предполагал. То есть он создал, как он говорил, лучи смерти. В начале 20-х годов, 20-го века и в 30-е годы разговоры о лучах смерти были очень популярны. Возможно, это были первые опыты, связанные с изобретением лазерного оружия. Известно, что во время Второй мировой войны ученые нацистской Германии получили доступ к некоторым документам из архива Николы Тесла. Есть версия, что записи инженера послужили основой для создания фашистами суперсекретного проекта «Колокол». Один мощный импульс, мегаваттный, и действительно, как хлопает, там взрывается курица в микроволновке, вы все слышали. Вот если ее там передержать. То есть лопаются капельки вот этой воды и жира. То же самое происходит и с человеком. Первые эксперименты по воздействию СВЧ-волн на человека были проведены в нацистской Германии. Ученые из секретных лабораторий Вермахта тестировали микроволновки на армейских кухнях и пытались выяснить, как влияет на здоровье солдат быстро разогретая еда. В боевых условиях солдат должен быть накормлен плотно и быстро. Всего 30 секунд. И горячий обед готов. Молекулы воды в себе несут информацию. И вот эта информационная система, она полностью разрушается. Сами белки разрушаются, разрываются. И пища после разогрева в микроволновой печи напоминает первую стадию разложения. На основании полученных данных командование немецкой армии запретило использование СВЧ-волн для приготовления пищи. СВЧ-печи очень плохо защищены от воздействия излучения. И любой дефект, и эта печь превращается в гиперболойт инженера Гарина. То есть в пушку электромагнитную. В конце войны были проведены первые испытания. Результат превзошел все ожидания. Используя ионный слой атмосферы в качестве отражателя, фашистским ученым удалось направить мощный пучок СВЧ-волн точно в цель, находящуюся за 300 километров от передатчика. Если посвятить таким излучениям на человека, то мгновенная смерть. Ну, то есть расслоение крови, биологических средств по всему организму. Человек умирает. Но применить это чудовищное оружие фашисты не успели. Советские войска и армии союзников поставили точку в войне. Все материалы исследований оказались в руках спецслужб двух супердержав. Получилась хитрая история. То есть американцы себе отхватили как сказать теоретиков самые знаменитые как бы вот эти вот физики, там ядерщики, там ученые. Ну вот, отошли как бы американцам. А весь технический и инженерный персонал отошел нашим. Научные разработки участников программы «Колокол», а также материалы исследований Николой Тесла и ионосферы Земли впоследствии лягут в основу двух суперсекретных проектов США и СССР. Но пройдет несколько десятилетий, прежде чем они будут реализованы. Смертельная сила электромагнитных волн. Он умрет практически моментально. Низкочастотные волны на службе армии. Выводит, допустим, живую силу противника из строя. Станция «Дуга». Почему умирают люди? Тот умер, тот умер. Что за бой? Рак, рак, щитовидка. Я расстроил все тайны. Этот секретный объект «Дуга» в Чернобыле местные жители называют «выжигатель мозгов». После строительства радиолокационной станции в 9 километрах от Припяти появился слух, что это военный психотронный излучатель. Научный консультант Министерства обороны полковник Александр Плаксин утверждает, на вооружении советских военных был целый арсенал различных способов эффективного воздействия на противника при помощи радиоволн. Сверхнизкочастотные колебания они соразмеримы с биоритмами мозга человека и могут оказывать негативное воздействие на здоровье людей. Можно инициировать, да, сверхнизкочастотное излучение. Оно не убивает, но временно выводит, допустим, живую силу противника из строя. Ощутить на себе воздействие электромагнитных волн может каждый городской житель. Для этого совершенно не обязательно жить по соседству с военной радиолокационной станцией. Высоковольтная линия электропередач также опасна для человека. Не прошло и минуты с тех пор, как я оказалась под линией ЛЭП. А у меня уже от боли раскалывается голова. Работа Антона Ястребцева контроль уровня излучения высоковольтных линий передач в черте города. Электрическое поле здесь высокое. Здесь больше 2000 вольт на метр. Вот напряженность электрического поля норма 1000. Соответственно, по электрическому полю превышение есть. Рядом с этой высоковольтной линией жилые дома. Антон Ястребцев уверен, уровень вредного излучения в квартирах превышает все допустимые нормы. Магнитное поле электрическое, оно воздействует на организм, и человек начинается, во-первых, от сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы. Но в основном, конечно, в первую очередь, это похороническая усталость. Проверить это можно в ближайшей аптеке. Фармацевт не делает тайны из того, какие лекарства здесь пользуются особым спросом. Сердечников здесь много. Почему, как вы думаете? Облучение идет. Электромагнитное излучение от высоковольтной линии передач способно вызывать серьезные расстройства в организме человека. Радиолокационная станция Дуга в Чернобыле-2 во время работы излучала волны, которые убивали людей. Смертность тут была мизерная. Когда от этого началось, от этого станции строятся, Чернобыль-2 начали строиться и начали носить людей каждый Божий день. Чернобыльская атомная электростанция была построена в 1977 году. Но проблемы со здоровьем у людей начались лишь в 80-м. Это год, когда на боевое дежурство заступила радиолокационная станция. Излучение этой установки местные жители называют лучами смерти. Экспедиции программы Тайны мира удалось проникнуть на запретную территорию нелегально в обход всех блокпостов. Это единственный шанс снять за горизонтную радиолокационную станцию Дуга. Работаем. 25 лет назад после взрыва на Чернобыльской АЭС станция слежения Дуга перестала нести свое боевое дежурство по охране воздушных границ Советского Союза. Когда случилось аварь на Чернобыльской станции, значит, в спешном порядке демонтировалось оборудование и куда-то вывозилось. Вот. Ну, по слухам, слухи просачивали, что вроде как в Комсумольском на море вывозилось оборудование. Сегодня зону вокруг установки Дуга, так же, как и четверть века назад, тщательно охраняют сотрудники Украинской службы безопасности. Но если военный объект здесь перестал существовать, то какую тайну они оберегают? Российские ученые в секретном проекте ХАРП. После 91-го года лучшие умы России покинули. Что на самом деле скрывается за безобидной вывеской? Американцы строжайшим образом засекретили. ХАРП новое мощное оружие? Можно воздействовать на климат земли. Цунами 2004. Это американская работа. Я раскрою все тайны. 1977 год. Советский Союз выступил в ООН с инициативой о запрете на испытание и применение климатического оружия. Это связано было с тем, что имелись достаточно веские предположения о том, что можно воздействовать на климат земли. В том же году ООН приняла резолюцию, которая налагала вето на использование любых технологий по изменению окружающей среды во враждебных целях. Эта инициатива привела к появлению договора, который был ратифицирован Конгрессом США в 1978 году. Одно дело резолюции, другое дело реальные исследования, конструкторские разработки и применения. Поэтому американцы строжайшим образом засекретили эту проблематику. Город Обнинск в Калужской области. Первый наукоград в стране. Первая атомная электростанция в мире. Здесь первого января 1986 года было создано НПО Тайфун режимное госучреждение. В нем велась исследовательская работа в области изменения климата. Строилась она больше для исследований ионосферы. Был построен макет в центре, очень похожий на башню, то, что в Андерклифе чисто строил Тесла в свое время. Алексей Воеводский по образованию физик-ядерщик закончил МИФИ. В конце 80-х годов он работал в НПО Тайфун. Но в 1991 он эмигрировал в Канаду. По его словам, большинство ученых, занимавшихся в научном объединении разработками технологий воздействия на климат поступили так же. После 1991 года лучшие умы России покинули на тот момент и уехали. Это был нынешен колоссальный вред, колоссальный вред обороноспособности в принципе России. В 1983 году президент США Рональд Рейган подписал указ о запуске секретного военного проекта «Звездные войны». Одна из задач которого создание американского научно-исследовательского комплекса ХАРП. Его официальная миссия изучение ионосферы Земли и развитие систем противовоздушной обороны. Алексей Воеводский утверждает, в этой работе приняли участие советские ученые, эмигрировавшие в США. Часть из этих людей приняла участие, завершила, так скажем, в значительной степени разработку системы ХАРП. Научно-исследовательский комплекс был сооружен в 320 километрах от столицы штата Аляска, города Анкоридж. Проект был запущен весной 1997 года. Полигон занимает 60 квадратных километров глухой тайги. Здесь установлены 360 антенн, которые вместе являются гигантским излучателем сверхвысоких частот. ХАРП это одна из составляющих вот этих всех испытаний. Может быть, сегодня Америка подошла и к каким-то новым разработкам. Секретный объект охраняется вооруженными патрулями морской пехоты. Воздушное пространство над исследовательским стендом закрыто для всех видов гражданских и военных самолетов. После террористической атаки на США 11 сентября 2001 года вокруг ХАРП были установлены противовоздушные ракетные комплексы Патриот. На спутниковых снимках Аляски можно найти секретный исследовательский комплекс. Вот эта установка состоящая из сложных антенн и есть ХАРП. Но для чего научному центру такие беспрецедентные меры безопасности? Многие считают, что истинные задачи ХАРП засекречены. Под маской исследовательской работы скрывается новейшее климатическое и геофизическое оружие. Правительство Соединенных Штатов все обвинения отвергает. Все равно станция была введена в строй и ХАРП и Госдеп США прислал и в том числе министр обороны США ответ, что она будет использоваться только в этих исследовательских целях научных для изучения иносферы. Принцип работы исследовательского комплекса ХАРП аналогичен радиолокационной станции Дуга в Чернобыле-2. По сути, ХАРП это мощный радиоизлучатель сигнала. Он может быстро сфокусировать пучок электромагнитных волн в нужном направлении. Один из впечатляющих примеров, то, что научились первыми делать американцы, это искусственные торнадо. Искусственные торнадо первое время, я так понимаю, они были недостаточно управляемы, потому что рассчитать траекторию, куда она пойдет, представляется невероятным. По мнению Алексея Воеводского, американские военные при помощи ХАРП могут не только создавать торнадо, но и способны вызвать землетрясение и даже поменять климат на Земле. Эносфера, магнитное поле связано также с тектоникой строения Земли. Вызывая небольшое изменение в этой точке, в магнитной обстановке, вы нарушаете уже тектоническое строение, что может вызвать землетрясение. 26 декабря 2004 года подводное землетрясение в Индийском океане вызвало цунами. Оно было признано самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории человечества. Высота волн превышала 15 метров. Погибло более 230 тысяч человек. Но истинное число погибших вряд ли когда-либо станет известно. Множество людей унесло водой в море. В Индонезии до сих пор считают, что то землетрясение, которое у них было с цунами и так далее, это американская работа. На каком основании? На том основании, что за три дня до вот этого землетрясения там появился американский флог, который кольцом окружил это место и стоял там, пока это не булькнуло. Теоретически ХАРП способен вызвать столь мощное землетрясение. Электромагнитные волны сверхмалой частоты обладают уникальными физическими свойствами. Используя их, можно перемещать на огромное расстояние заряд по мощности превосходящей водородную бомбу. А многокилометровая толща земли или океана для этих волн не преграда. Эффекты, которые создает и инициирует вернее ХАРП, они возможны изменять, допустим, какие-то климатические условия. Возможны экологические катастрофы и последствия, которые невозможно сейчас даже и прочитать, и предугадать. В определенной точке земли может вызвать совершенно разрушительное землетрясение или цунами. Эпицентр землетрясения находился в Индийском океане, к северу от острова Симилуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры. Именно здесь проходит граница двух крупных литосферных плит Арабской и Индийско-Австралийской. К тому же прибрежный шельф острова содержит крупное месторождение нефти. Подземный взрыв именно в этом месте способен вызвать мощное землетрясение. Если бы на полную мощность включить карту, там возможно как говорится даже и раскачивание орбиты Земли. Сверхсекретная военная радиолокационная установка Дуга, расположенная в закрытом городе Чернобыль-2, впервые была запущена в 1980 году. Но спустя шесть месяцев станцию остановили. Мощные электромагнитные волны, исходящие от стенда, могли стать причиной авиакатастрофы. Они способны оказывать воздействие на навигационные приборы, на систему астрокоррекции. А за счет возбужденной среды двигатель захлебывался, не поступала смесь, и он фактически выходил в штопор. То есть падали обороты двигателя. Чернобыльская АЭС была построена в Припятско-Днепровской впадине, на месте геотектонического разлома. Фактически здесь отсутствует земная кора. Трещина заполнена осадочными отложениями толщиной всего один-два километра. В таких условиях даже незначительный подземный взрыв может вызвать сейсмические колебания. приложить в точку неустойчивого равновесия небольшой энергии, дальше система скатывается и у вас появляются землетрясения, ураган, наводнения. В марте 1986 года радиолокационная станция вновь заработала в полную мощность. Спустя две недели обнаружилась новая неполадка. Приемник станции Дуга-2 находится в 60 километрах от Чернобыля. Его антенны стали выдавать помехи, и мощные пучки электромагнитных волн, отражаемых ионосферой, не всегда улавливались установкой. Часть из них буквально бомбардировали Землю. Но тогда этому никто не придал значения. Модифицированная среда ведет себя непрогнозируемо. То есть измененная за счет накачки электронов в ионосферу, ионов, получается, что происходят эффекты, которые в природе мы не наблюдаем. Поэтому получается, как геофизическое оружие. 26 апреля 1986 года в 1 час 5 минут самописцы сейсмологических станций Советского Союза зафиксировали локальное землетрясение с эпицентром в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Сила подземного толчка была незначительной. Доподлинно известно, примерно за 20 минут до катастрофы здесь на АЭС ощущалась сильная вибрация. Истинная природа этого явления так и не установлена. Была ли она вызвана процессами внутри реактора или землетрясения? Вопрос, на который сегодня не существует однозначного ответа. В 1 час 24 минуты на четвертом энергоблоке прозвучал взрыв. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Эта авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Реальный масштаб последствий катастрофы до сих пор не изучен. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова